В региональном Минобри кадровое пополнение. Постзаместителя министра заняла Элина Поцелуева. Она руководила городским управлением образования 7 лет. За высокий профессионализм Элину Борисовну наградил мэр Олег Имамеев. Впереди много других интересных новостей. Их расскажу вам я, Дмитрий Козлов. Здравствуйте. Но вначале анонс. Завтрак при свечах. В областной столице весь день устраняли аварию на электросетях, из-за которой часть города осталась без света. Добраться до вершины. Воспитанники 15-й городской школы постигают азы экстремального спорта – скалолазания. Внимание, розыск. Центр выбора ищет желающих в костюмах Деда Мороза и Снегурки подарить новогоднее настроение прохожим. Начнем с аварии, которая оставила без коммунального блага некоторых жителей Благовещенска. Ночью из-за повреждения на линиях произошло отключение на электрических сетях. Часть потребителей запитали на соседней подстанции. Работы по устранению дефектов вели весь день. Свет потух сразу в нескольких районах города. В частности, об отсутствии электричества сообщали жители домов, расположенных в районе железнодорожного вокзала по Шевченко, Пролетарской, Пионерской. Всего из отключения Фидера без электроснабжения в Благовещенске остались почти 500 домов, больше 2000 жителей Амурской столицы. Прокуратура по данному факту проводит проверку. Ведомство даст оценку своевременности устранения аварии АКС Амурэлектросетьсервис и выяснит причину отключения. Строитель нового автомоста через Зею ждут становления льда. Это позволит им приступить к работам на самой глубокой девятой опоре переправы. О том, что уже удалось сделать, специалисты рассказали губернатору Василию Орлову. Руководитель стройки Эдуард Давыдов сообщил, что работа одновременно идет на пяти мостовых опорах. Они в разной степени готовности – от подготовительных работ до сооружения тела. Полноценно развернулись в русле опоры 10, 11, 12, 13 в работе. Девятую опору ожидаем со дня на день становления льда и, соответственно, наведем понтонную переправу, чтобы выйти и отработать самую глубокую опору номер 9. Активно трудятся и над сооружением земельного полотна. На сегодняшний день отсыпали уже полтора миллиона кубометров. Несмотря на летний паводок и поздний ледостав, работы идут в графике. В зависимости от ситуации специалисты оперативно реагируют и пересматривают технические решения, принимают все необходимые меры. В целом же объект готов уже больше, чем наполовину – на 52%. Больше, чем наполовину подорожали новогодние петарды и фейерверки, заявили продавцы пиротехники. Огненный фонтан подскочил в цене на 70%. Это связано со стоимостью перевозки товара из-за рубежа. Но, несмотря на это, в центре областной столицы традиционно появились стихийные точки продажи салютов. Внимательно изучают, что на прилавках у этих продавцов не только покупатели, но и сотрудники МЧС. Зачем? Расскажем в сюжете. Вы меня снимаете? Меня попросили посмотреть. Хозяйку точки можно посчитать нерадивой, раз она оставила свой товар без глаза. За то время ему сполна уделили сотрудники МЧС, интересовали проверяющих несколько моментов. Есть ли инструкция по применению на русском языке, артикул, срок годности и целостность упаковки. Пока мы осматриваем продукцию. Продукция сертифицирована. Выборочно производим проверку сроков годности. Сроки годности соответствуют. В данном случае срок годности до 30 апреля 2023 года. С товаром все в порядке. Даже огнетушитель на точке есть. Но дождаться якобы отлучившегося продавца проверяющим не удалось. Надеются, что увидят неуловимого торговца во время следующего визита. Есть у вас сертификаты соответствия на продукт? Да. На этой точке в районе рынка искать продавца сотрудникам МЧС не пришлось. Он на месте и все нужные документы на взрывоопасный товар тоже. К фейерверкам, их целостности и срокам годности у проверяющих никаких вопросов. Но протокол все-таки составили. Прилавок не оборудован навесом. Коробочки спокойно принимают в солнечные ванны. Это недопустимо. Инструкция на русском языке. Все обязательно. Любое возьмите, посмотрите. Все именно расписано по русскому. Продавцу по соседству проверяющие рады были бы поставить отлично. Только вот замечание к нему такое же. Товар не спрятан от прямых солнечных лучей. Сказал и справит. На вопрос специалистов, продает ли продукцию несовершеннолетним, ответил ни в коем случае. Мы не продаем никогда. По крайней мере, я точно не продаю. А приходят действительно часто. То есть, 12 и 10 и меньше лет. В основном за петардами. То есть, побахать. Побахать именно. То есть, вот такого плана что-то. Пусть по мелочи. Всего во время первого в этом году рейда проверяющие оформили три протокола. Обожлось без изъятия товара, как это часто бывает. Иногда продавцы исправляются на месте. Если выявлены факты повреждения пиротехнической продукции, продавцы добровольно снимают данную пиротехнику с реализации. То есть, без необходимости изъятия продукции и привлечения к административной ответственности. Проверять стихийные места продажи пиротехники специалисты будут и до Нового года, и после. Пока мурчане не отгуляют праздники. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Эвакуация из зон ЧС станет обязательной. Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в федеральный закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Напомним, с инициативой о принятии документа выступала Амурская область. О примудительной эвакуации речи не идет. Однако в случае реальной угрозы жизни и здоровью людям придется покидать свои дома. Например, во время пожара или наводнения, когда есть основания полагать, что кто-то может пострадать. За отказ выпишут предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. За оставленными домами присмотрят правоохранители. Жить эвакуированные, как и прежде, будут в пунктах временного размещения. Вернуться в свои дома смогут после завершения всех мероприятий, связанных с ликвидацией ЧС. Инициативных, творческих и ответственных благовещенцев честовали накануне в ОКЦ. Там подвели итоги работы в сфере молодежной политики за год. Собравшимся, а это 39 человек, от студентов до депутатов, вручили благодарности от мэра Олега Имамеева за значительный вклад в развитие молодежной политики на территории города. Письма и памятные подарки передала заместитель городоначальника Виктория Хопатько. Так говорят, что у молодости есть только один минус. Это молодость, которая очень быстро проходит. Поэтому пользуйтесь этим минусом во всем. Познавайте новое. Ведите за собой как можно большее количество людей. Посещать уникальную спортивную секцию могут ученики 15-й городской школы. Трижды в неделю для них проводят тренировки по скалолазанию. Присоединиться к занятиям разрешают детям с 3 по 11 класс, причем совершенно бесплатно. На одной из тренировок побывала моя коллега и сейчас все подробно расскажет. Смотрим сюжет. Костя, правую ногу поставь, где у тебя левая нога. Вот, а теперь сворачивайся. Сворачиваться учат детей от 9 и старше. Секцию скалолазания в 15-й школе ребята посещают с 3-го класса. Косте 11 лет. Добраться до верха стены он может буквально за 17 секунд. Говорит, это не сложно, но нужно соблюсти пару условий. Сильные руки, уметь подтягиваться, ну и знать, куда поставить ногу. Бывало, я вот, допустим, лезу и неудобный камень попадается, я за него хватаюсь, потому что других камней нельзя брать. И соскальзываю, ну и падаю. Упасть по-настоящему не даст страховка. Оборудование школа обновляет каждый сезон. Кроме того, начинают новички с небольшой высоты. Выше поднимаются только тогда, когда будут к этому готовы. Страх и стыда был, но я его преодолела. Ну, когда я залезу в первый раз, то у меня очень было страшно. Я боялась, что я поскользнусь и сорвусь, и все, я упаду. Преодолеть страх получается у большинства начинающих скалолазов. Секция в школе пользуется популярностью. Трижды в неделю ее посещают больше двух десятков учеников. Развивает детей этот вид спорта не только физически. Скалолазание учат анализировать, тренируют математическое мышление. Вообще скалолазание имеет три вида. У нас есть скорость, трудность болдынг. Это серия коротких сложных трасс. Чтобы пройти маленькую трассу, он как раз должен ее прочитать, узнать. За какой камень взяться, как правильно придержаться, как правильно поставить ногу. Соответственно, если он будет правильно думать, он будет выигрывать. Секция скалолазания в 15-й школе работает с 2009 года. А с этого посещать ее школьники могут по программе «Навигатор дополнительного образования». Напомним, благодаря этой программе городские родители могут записать своих детей от 5 до 17 лет в различные кружки и секции, не неся финансовых затрат. Выбрать подходящее направление можно на сайте «Навигатора». Адрес на экране. Кристина Слепцова, Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Без праздничного стола и красивого наряда. Не все мурчане в этом году отправятся на корпоративы. Популярный сервис по поиску работы провел опрос среди работающих жителей области. По его итогам, 17% амурчан не планируют устраивать новогоднюю вечеринку с коллегами. Чаще всего они объясняют это сложной эпидобстановкой и отсутствием денег на праздник. А у некоторых на работе и вовсе не принято проводить его вместе. 25% опрошенных рассказали, что их компании еще не определились, проводить корпоратив или нет. Но у большей части заполнивших анкету он все-таки будет. То есть у 61% жителей региона. По 100 тысяч рублей подарят трем Благовещенским дворам за красоту. В городе проводят зимний конкурс. Горожан призывают украсить двор по-новогоднему в рамках зимнего этапа общегородского конкурса «У нас во дворе». Приз за красоту по 100 тысяч трем победителям. До 20 декабря комиссия пройдет с осмотром по адресам конкурсантам. Лучших объявят 24 числа. Потратить деньги удастся на украшения двора. Новые малые архитектурные формы, саженцы деревьев, кустарников, рассаду цветов, строительные материалы для дальнейшего благоустройства. Впервые конкурс прошел в прошлом году. Тогда также поощрили трех победителей. Организовали его в рамках акции «Город берегу» и концепции следующего года, которую объявил мэр Олег Имамеев. 2022-й в Амурской столице станет годом бережного отношения к городу. В Благовещенске разыскиваются особо важные персонажи – Деды Морозы и Снегурочки. Волшебников зовут дарить праздничное настроение горожанам. Об этом рассказал молодежный центр «Выбор». Работать персонажем предлагают новогодние праздники по два часа на открытом воздухе. Такие актеры требуются 31 декабря с 12 дня до 8 вечера, а также со 2 по 8 января с 13 до 15. Организаторы планируют заключить гражданско-правовой договор с привлеченными аниматорами. Важное условие для работы – возраст волшебников. В ряды Дедов Морозов и Снегурочек примут совершеннолетних амурчан. За более подробной информацией можно обратиться к организаторам. Телефон для связи на экране. 48 амурчан уже стали настоящими волшебниками для детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это самые ответственные Деды Морозы и Снегурочки, которые сняли письма с елки, установленные в правительстве области, и исполнили желания, которые загадала ребятня. Всего зимнему волшебнику написали 645 детей из 21 социального учреждения. Среди них и воспитанники Семиозерского детского дома. Наши дети, как и домашние дети, ждут чудо, ждут волшебства. Поэтому, естественно, пишут письма Деду Морозу, ждут исполнения своих желаний. Мы уже несколько лет участвуем в акции, которая называется «Елка желаний». Приятно, что среди нас и рядом с нами живут люди, которые имеют доброе сердце. Потому что любой ребенок ждет чудо, особенно под Новый год. Пусть в этот год раскрасит будни. Волшебный, яркий, добрый цвет, пусть в наступающем не будет ни зла, ни горести, ни бед. А будет жизнь ее красоты, счастливы будут каждый час. Почти в свой дом всех тех, кого ты готов обнять с душой сейчас. Зима, метеор, зима искрится, и в общество влетай в дом. Пусть в Новый год, как говорится, все будет здорово. Мы ждем. Исполнить желания детей может любой амурчанин. Нужно прийти в региональное правительство и снять с установленной в холле елки письмо до 25 декабря. В акции ежегодно участвуют представители областного правительства, депутаты, главы муниципалитетов и бизнесмены. В основном ребятня просят игрушки, спортивный инвентарь, одежду. В этом году впервые исполнят и нематериальные желания детей. Поездка на ипподром, посещение мастер-класса шеф-повара, поход в косметический кабинет. 15 городских пар решили узаконить свои отношения 31 декабря. Еще три по области. Заявления на регистрацию в уходящем году в амурских ЗАГСах еще принимают, но не от всех. Самая популярная дата декабря – 21-12. Узаконить свои отношения в этот день решили 49 пар, большинство благовещенцы. В последний день года пожениться решили 18 пар амурчан. Возможно, их ряды пополнятся, но сейчас документы на эти даты принимают лишь в особом порядке. Беременность, командировка, общие дети. Вообще, по регламенту в день в ЗАГСе Благовещенска можно зарегистрировать максимум 32 пары. Кстати, зарегистрировать брак в другую красивую дату декабря – 12-го числа – желающих не нашлось. Призывникам из Кавардинского района повезло, если так можно сказать. Проводить на службы их пришел сам Дед Мороз. Такой президент перед наступающим Новым годом молодым людям устроила администрация района. Это все, о чем мы успели рассказать. Еще больше интересных новостей на сайте tvgorod.rf. Будьте здоровы и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова